Здравствуйте! С вами вновь Ермолина Татьяна. И в этом выпуске своего прогностического блога я хочу рассказать о прогнозе для вас, уважаемые тельцы, на ноябрь 2020 года. Я возобновляю вновь прогнозы по знакам зодиака и возобновляю это в символический месяц, месяц затмений. И это не просто для вас проходной какой-то месяц, потому что не каждое затмение мы на себе чувствуем, но затмение, которое произойдет в самом конце месяца, оно будет в вашем знаке. Оно тоже будет в близнецах, возможно это ваш солнечный знак, возможно асцендентальный, но тем не менее в таком случае уже какие-то резонансы с вашей судьбой это затмение будет иметь. Но об этом затмении я еще поговорю, а начну с самого начала. Итак, в начале месяца Меркурий, ваш управитель, будет переходить в директное движение. Напомню, что в это время он идет по знаку весов, по последним градусам. И в этот же период складывается квадрат к Сатурну от Меркурия, и поэтому этот квадрат за счет перехода Меркурия в директное движение будет держаться с 1 по 7 ноября включительно. Поэтому первая неделя ноября для вас достаточно напряженной получится. Очень сложно будет разрешать реализовывать свою волю в жизнь. Очень сложно будет общаться, потому что вы, конечно, тот знак, который непосредственно связан с коммуникацией. И вот именно в том, в чем вы сильны, возникнут самые большие проблемы и вопросы. И это время, когда будут какие-то определенные препятствия, особенно связанные с людьми, которые выше вас стоят по социальной иерархии. Это ваши родители, ваши начальники, может быть, какие-то ведомственные органы, фискальные органы. Так что вот в этот период вполне возможно, что вам нужно быть более аккуратными во взаимодействии с, например, государственными органами, со своими родителями или со своим начальством. Особо на себя внимание не отвлекать, не обращать. И вообще просто заняться какой-либо рутиной, но не притворять каких-то больших планов в вашу жизнь. В дальнейшем ситуация складывается тоже не очень позитивно, но как бы тренд на позитив, он тем не менее постепенно проявляется. Хотя вот середина месяца в районе, получается, 15 ноября у нас будет Новолония. И вот в районе 15 ноября с точным аспектом между Меркурием и Ураном 17 ноября получится противостояние у вас какое-то с кем-то. Может быть, это будет противостояние с какими-то обстоятельствами жизненные, на которые вы совершенно не рассчитывали, их никак не учли. Может быть, это будут реальные фигуры в вашей жизни, которые пытаются принести в вашу жизнь неожиданные перемены. На них вы тоже особо не рассчитывали, поэтому вы встретите это в штыки. Но тем не менее какая-то неожиданность, которая застанет вас врасплох и потребует от вас просто недюжих и интеллектуальных способностей и творчества для того, чтобы выбраться из ситуации, возникнет где-то в районе Новолония. Ну а Новолония, если вы помните, это период длиною в один лунный месяц, поэтому где-то на ближайшие 28-30 дней эта ситуация может так и не разрешиться. Поэтому будьте аккуратнее в это время, не инициируйте ничего для вас принципиально важного в этот период с 15 по 18 ноября. А вот в дальнейшем звезды вам начинают благоволить. И знаете, затмение происходит у нас 30 ноября, но в период получается где-то с 22 ноября и вплоть до 30 есть очень хорошее время для того, чтобы как раз таки более благоприятный период проживать. И инициация каких-то событий в это время, ну она встретит расположение, расположение звезд, расположение обстоятельств, будет легче беспрепятственно что-то реализовывать. Повторюсь, что затмение это не тот период, когда мы должны очень-очень круто завязываться на свои амбиции. Мы здесь должны быть очень аккуратными в том смысле, что поменьше-поменьше действий реальных и тем более масштабных, побольше созерцания. Но все-таки так как затмение будет более-менее слабеньким, плюс оно все-таки в вашем знаке и у него само по себе затмение без напряжения, то по идее мне кажется, что оно даже что-то позволит сделать. Наоборот, откроет какой-то коридор приятных обстоятельств для вас, так что без какого-либо такого вот навождения, но потихонечку свои дела в это время можно делать, ну аккуратнее. Аккуратнее все-таки в своих желаниях, потому что затмение такое время, когда мы можем что-то заложить, и тогда на 18 лет мы будем как в колесе в каком-то находиться. Так что, ну не знаю, события 18-летней продолжительности, смотря какие хотелось бы иметь у себя в судьбе, иногда они же могут быть неконтролируемы, иногда они могут быть такими, на которые мы совершенно не рассчитывали, вот чем затмение всегда и коварно, и его коридор, целый коридор. Кстати, о затмении, вообще о всех кармических точках, о предначертанности, в том числе и о черной луне, я буду говорить на своем курсе интенсиве, который стартует 7 ноября. Сейчас еще ранняя цена, по которой вы можете в этом курсе принять участие. Это не просто курс, это курс интенсив, то есть помимо лекционной части у нас будут вебинарные занятия, на которых мы будем разбирать реальные карты, ваши реальные примеры, то есть карты студентов этого курса. Если вы были на моем марафоне в прошлом году по чтению карты рождения, или возможно были на моем марафоне в этом году по чтению транзитов, или вы понимаете, что такое натальная карта, что она состоит из планеты, можете их отличить друг от друга по характеристике. Из знаков зодиака, и вы тоже их можете отличить по характеристике, если вы понимаете, что карта состоит из 12 частей, и каждая часть описывает какую-то сферу нашей жизни, то вот этих знаний будет достаточно для того, чтобы вы прошли этот курс интенсив. То есть он не для профессиональных астрологов, он для любителей астрологии, которые немного в эту астрологию погружены. В описании, в ссылке под этим видео, есть вся информация, и вы можете там зарегистрироваться и уже принять участие по ранней цене. Милости прошу. Что касается затвения, которое произойдет 30 ноября в 9 градусе близнецов, то понятно, что если у вас в этих градусах, а примерно где-то с 8 по 11 градус близнецов асцендент или солнышко, а если вы родились 25 мая по 2 июня, то солнце у вас примерно в эти градусы должно попасть, то вы, конечно, под прицелом судьбы, как говорится. Как бы самое время подумать о том, как вы живете, проаудировать всю ситуацию, в которой вы находитесь. Может быть, знаете, устроить какую-то некую чистку в жизни, в судьбе, в окружении, в том, в чем вы живете, потому что это время почти магическое с точки зрения того, что вы в него заложите. Почти всегда говорят о том, что стоит закладывать в него чистоту, с чистого листа лучше начинать. Я с этим согласна. Да, мне кажется, что надо вычищать. Но при этом вычищать может быть, например, цели. Убирать те цели, которые не нужны, которые отжили, неактуальны. И, например, актуализировать цели, которые сейчас очень ярко будут звучать. Это все-таки лунное затмение. А лунное затмение, оно про отношения с миром и про какие-то наши внутренние потребности. А солнечное затмение, оно больше про наши планы в социуме. Вот поэтому на лунном затмении лучше работать со своей внутренней частью. Так что у нас затмение впереди. Про него я еще расскажу в отдельном видео. Про этот коридор затмения, в который мы постепенно входим. Вам же я желаю встречи со мной на курсе интенсиве. И встречи со мной в следующих видео. Я вас буду там ждать и ждать ваших комментариев. До свидания. Удачи.